Доброе утро! Сегодня я таким вступающим, как бы конферансье выступаю. Я хочу не сказать некоторую мысль, задать некоторый, может быть, такой вот толчок нашим разговорантам. Сегодня мы будем говорить о модернизации театра. Во, как я завернул. Дело в том, что недавно просто я наткнулся на такую новацию у театра Вахтангова. Театр Вахтангова предлагает людям билеты на виртуальный просмотр спектакля. Это не запись, это не какая-то, не знаю, там, не веб-камера. Нет, это веб-камера. Это онлайн-трансляция существующего спектакля. То есть вы идете на сайт театра Вахтангова, покупаете билет. И в назначенный час, когда начинается спектакль, в 7 часов, как все смотрите спектакль. Но, так как у нас есть погрешность на другие часовые пояса, на работу, на все что угодно, у них есть возможность отложенного просмотра, не помню, по-моему, до 7 часов. То есть у них она хранится. То есть это нет. Потом, вот если вы просрочили, вы уже ничего не увидите. Со временем они хотят сделать архив. Вот тогда будет уже совершенно отдельно, может быть, просматривать даже спектакль там какой-нибудь 54-го года. Со временем они обещают это сделать. Но пока мы говорим именно об онлайн-просмотре спектакля одновременно со всеми людьми в зале. Я нечто подобное уже видел. Я сталкивался с этим, когда театр-студия Фоменко в Екатеринбурге показывали премьеру спектакля «Рыжий» при финансировании ВТБ. Тогда была тоже… Вот я впервые смотрел одновременно с людьми, находящимися в Екатеринбурге, я, находясь в Москве, смотрел этот спектакль одновременно с ними. Мы даже потом обсуждали после этого. И мне это очень понравилось. И мне нравится вот эта вот идея театра Вахтангова. Я вообще люблю, когда театр ищет. Наши говоруны, и я вместе с ней много раз говорили о том, вот мне нравится, хочу процитировать Сашину, буквально нашего классика, фразу, что театр должен умереть. Да, вот я тоже говорю про то, что репертуарный театр в той форме, в которой он сейчас существует, советский театр действительно должен умереть. Или должен переобразиться из своего вот этого червячного типа, из гусеничного, что-то бабочкообразное, более легкое и более современное. И мне нравится, когда театры пытаются как-то искать какие-то новые формы. Можно спорить сколько угодно, но вот я вот говорю о том, что сейчас люди, живущие в Нью-Йорке, во Владивостоке, в Екатеринбурге, в Саратове, могут одновременно с жителями Москвы или с приезжими в город Москва смотреть спектакль одновременно с ними. И это уже хорошо. И вот тут я уже, как птица говорона, уже останавливаю свой поток сознания, потому что я могу наговорить отдельный подкаст иначе, и даю уже слово. А то они сидят на меня такие страшные рожи, кажется, и вы сейчас просто побьют. Так что я уже предоставляю им слово. Здравствуйте! Мы сегодня говорим о том, о чём сказал Андрей. Доброе утро! Попробовали мы говорить о чём-то другом. Да, нас бы побили, наверное, или не поняли. Значит, ну что, тема довольно интересная, и у темы, на мой взгляд, есть несколько веток, которые я предлагаю обсудить. Я бы попробовала начать вот с чего. Это интересно, как сказал Андрей, это действительно очень любопытно, и это имеет свои плюсы, но у меня есть вопросы. Для чего это делать, для кого это делать и зачем это делать? Всё для зрителя, Настя, для зрителя, для его, Радёмова. Буду краток, в отличие от предыдущих всех многолетних подкастов. Для меня такая форма подачи художественной действительности уже является кином. Это переход, совершенно зримый переход с помощью технических средств, перевод одного жанра в совершенно другой жанр. В моей иерархии этих жанров, их разделённости, я не знаю, раздельности, как сказать лучше, это именно переход в другой жанр. Это жанр телеспектакля. То, что я смотрел в детстве, в юности, ещё до возникновения канала «Культура», у нас была кое-какая культурка. Вот когда там... Была-была, утверждает. Ну, некая культурка была, да? В частности, эта культурка выражалась в том, что существовал целый жанр, который назывался телеспектакли. Саша, сразу перебью, прости, пожалуйста. Тебе нравились телеспектакли? Ты любил их смотреть? Да, я любил их смотреть. Ну, скажем так, мне бы хотелось, чтобы наш разговор, по крайней мере, с моей стороны, он будет не о том, что мне нравится и не нравится, потому что для меня это не критерий в искусстве. А оригинально-неоригинально, да? Имеет свой язык, театральный язык, новый. Или это повторы, штампы, адепты и прочее-прочее. Сам жанр, да, потому что это сложилось в некий отдельный жанр. Есть спектакль, да, есть как бы вот онлайн, в смысле ты приходишь в зал и смотришь на то, что происходит. У меня колоссальное количество вопросов к этому как жанр, о чём упомянул Андрей. Но это существует. Нравится мне это или не нравится. Есть жанр, который называется кино. То есть то, что было снято когда-то, смонтировано и показывается. Есть живопись, да, вот для меня кино это ожившая живопись. А театр, в силу того, что с тобой говорят сейчас вот так, и уже это никогда не может быть повторено точно так же, да? В этом, там, в общем, есть вопросы. Есть телеспектакль? Есть телеспектакль, да. То есть, но это всё-таки для меня в моей какой-то вот некой системе, да, это всё-таки ближе к телефильму, к фильму, вообще к кино, да, к тому, что было сделано когда-то, потом показано. И показано, может быть, в этом виде бесчисленное количество раз. Это что касается жанра. И вот для меня представляет интерес именно вот этот вот... Ну, в данном случае просто это будет онлайн, да? То есть ты тоже будешь как бы присутствовать в зале, но ты не сможешь это увидеть. Хотя я не знаю как. Если это записывается, и ты, заплатив, можешь потом смотреть миллион раз... Скорее нет. Скорее один билет, один просмотр. Один. Пока разговор идёт об одном. Нет, мне интересно, что эти люди, как авторы этой идеи, в неё заложат. Может быть, они умышленно исключат возможность многократных просмотров, чтобы подчеркнуть одноразовость. Пока именно так. Пока именно, вот как я говорил, отложенность до 7 часов, не более. Но отложенность потому, что вынуждено так, или потому что концепция? Нет, потому что действительно, есть люди, живущие в Америке, не могут посмотреть одновременно с тобой в 7 часов вечера. Ну, хорошо. Но это всё равно в течение 7 часов ты можешь посмотреть один раз. Один раз, да. Об этом речь. Заплатил за билет, заплатил один раз. Вот это интересно. Вот если это концептуально, мне это близко и понятно, потому что... Пока не так. Вот. А если выяснится, что есть некий архив, в котором можно обращаться, 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 это уже другая история. Не лучше, не хуже, а просто другая. Гораздо более банальная. А значит, для меня неинтересная. А вот однократность просмотра... Ну, здесь, разумеется, есть некая маркетинговая, финансовая сторона, да. То есть ты, разумеется, платишь не те деньги, которые там... То есть появляется... У этого жанра появляются некие такие вот... Он становится очень многосторонним, да. Доступность, да. Действительно, возможность, не приезжая в столицу, поскольку столичный театр, посмотреть так же, как... Да, мы говорим пока о столичном. Это интересно. Это очень интересно, как некий новаторский шаг, как любой новаторский шаг. То есть это оригинально. Я буквально скинулся. Ты сказал слово столичный, с тобой категорически не согласен, потому что я уже упомянул, что впервые я смотрел, как раз, из Екатеринбурга, хоть из столичного Трофоменко, но из Екатеринбурга. И я бы хотел, притворно, посмотреть чудесные, там, не знаю, постановки Владивостокского мирового театра. Ну, хорошо, но я имел в виду, что невозможность пребывания в той точке, где реальный показ. Это расширяет аудиторию, потому что я уверена, я уверена, я знаю, что многие столичные, даже театроведы, не имея возможности съездить куда-то, а страна у нас очень большая, с удовольствием бы посмотрели. Посмотрели бы записи или онлайн-трансляции, спектакли, которые идут где-то. Но, вот, Саша меня поправляет, вы не видите, как он это делает. Речь о разном, речь или о зрителях, или о специалистах. Вот я могу поговорить на эту тему и сказать два слова с точки зрения специалиста театроведа. Насколько это интересно, интересно ли, и какие есть точки зрения на такие показы изнутри театров. Это немножечко другая песня. С точки зрения зрителей я соглашусь, что это интересно с плюсом, что это перспективно, что это должно пользоваться спросом, будет или нет, непонятно пока, потому что таких проб всего несколько. Я знаю, что к этой программе, а эта программа, которая поддерживает, я не могу пока сказать на каком уровне, глубоко и не изучала, поддерживает Департамент культуры. Значит, такие трансляции присоединилось уже несколько театров, в частности, Театр Маяковского уже предлагает на своём сайте вот такие онлайн-трансляции спектаклей. Пока точечно, но со временем расширяя список, расширяя эту афишу. И эти предложения поступили, присоединиться к программе поступили во все практически театры Москвы. Но с точки зрения зрителя, вот у меня возникает такой вопрос, а устроит ли зрителя качество? Потому что надо понимать, что телеспектакль – это отдельно произведённый продукт, который снимается не на сцене, или если на сцене, то снимается как кино. Останавливаются камеры, переигрываются сцены, или это снимается… То есть нет такого, что отыграли спектакль, вот как мы смотрим его в зрительном зале, живьём, и сняли и выдали продукт. Телеспектакль снимается как фильм, монтируется и потом выдаётся в эфир. Здесь же мы имеем, скорее всего… Я прошу прощения, я не видела пока ни одной онлайн-трансляции, но, скорее всего, это немного камер. Это не 4, не 5, даже не 2, возможно. И это идёт прямой эфир, то есть это довольно ограниченный угол просмотра. Скорее всего, вот как ты сидишь в зале на одном месте и смотришь с одной точки, так же камера стоит статично. И невозможность… Возозможность иногда повернуть голову, куда я хочу, камера же за меня решает, и сфокусировать на определённом моменте спектакля то, что мне надо. То есть я хочу посмотреть на актёра А, который сейчас в левом углу сцене, а мне показывают актёра Б, который говорит, в это время он в правом углу сцены, да. Я хочу посмотреть на авансцену или поднять голову, посмотреть, что творится там, я не знаю, наверху. Но мне показывают сейчас вот именно то, что показывают, то есть выбор режиссёра, который снимает, или выбор транслятора, он решён за меня. И в этом минус раз, то есть я говорю о качестве, да, вот я говорю сейчас, пытаюсь сказать о том, что как это сделано. Будет ли это сделано так, что это будет действительно близко к спектаклю раз, но у меня есть чётко сложившаяся позиция, что в любом случае спектакль живьём, а спектакль в записи любой, даже хорошо поставленный, назовём это телеспектакль, это не есть одно и то же. Вот, я как раз хотел сказать об адекватности, ну, потому что понятно, что человек, смотрящий это по сколь угодно прекрасному монитору, со сколь угодно прекрасным, в конце концов, техническим качеством и звуком, не то же самое, как человек, находящийся в зале в тот самый момент. Ну, это очевидно. Ну, это части другой жанровости, неотъемлемой черты. Да, то есть нужно понимать. То есть зритель готов к этим потерям, ты считаешь, Саша, и всё равно будет покупать билеты? Ну, это хороший вопрос. Я думаю, что да, в какой-то степени какой-то зритель готов к этому. Насколько это будет популярно среди, скажем, театралов, потому что не театралов это не коснётся вообще. Они как не ходили, так и не ходили, как не смотрели, так и не будут смотреть. Возможно. Я считаю, что не театралы не придут смотреть. Не думаю. Я не театралами, я называю людей, которых этот жанр не интересует в принципе. Можно я вклинусь на секундочку опять в вашу речь, потому что я не могу не сказать, я как человек всё-таки так или иначе долгое время имеющий отношение к театру. Просто я глотаю, когда мне привозили люди, снятые мобильником, фрагменты из Калужского театра драмы, ещё откуда-то. Я знаю, никогда в жизни там не буду, и тем более на какой-то постановке с удовольствием смотрел 13, фрагменты спектакля 13 из этого самого Калужского театра драмы. Я глотал их на мобильник, снятые фрагменты. Вот реплика зрителя. Ну нет, я говорю, что театралы будут смотреть. Тут, собственно, я думаю, что вопрос как бы в другом. Они будут смотреть от безысходности это, или они будут смотреть, потому что... От все выбора. Да, или потому что их это интересует как жанр, как нечто новое, дающее им дополнительные какие-то краски, восприятие этого всего. Ну, тут уж покажет практика. Мы можем сейчас только догадываться, что об этом говорить сейчас. Просто нужно понимать, вот это очень важно всегда, быть культурно вменяемым. То есть понимать, что ты сейчас смотришь. Ты смотришь сейчас именно театральный спектакль или театральную трансляцию. То есть не нужно от нее ждать того, что ты получаешь, находясь в зрительном зале. Вот, то есть нужно понимать, да? Да, возможно, об этом стоит предупредить зрителей. Мне кажется, это будет честно. Ну да, ну это будет сделано, плюс сложится определенная традиция, отношение ко всему этому. Мы уже сейчас говорим о некоем будущем. Да. Да, о некоем будущем, потому что пока это все только зарождается. Но я думаю, что это довольно быстро может развиваться. И есть у этого перспективы. Можно, как вектор, вам еще один дам, просто вы мне рассказываете про камеру, невозможность нам повернуться. А давайте это сравним по-другому, с возможностью человека, который... Ведь билет в авторных спектакль стоил 300-400 рублей, немного. Но эти деньги можно купить только куда-то под потолок, на галерку в большинстве театров. Ну я соглашусь, потому что портель не сесть, конечно. Оттуда разы виднее. Вот тоже хороший вопрос. Я думаю, хуже. Иногда хуже. А я, например, вот сейчас подумал о том, что через какое-то время, возможно, не столь продолжительное, у человека, сидящего в Барнауле, господи боже мой, ну, например, в Барнауле, который смотрит... Чти? Нет, лучше в Барнауле тогда уже. Останавливается на Барнауле и смотрит по хорошему, хорошему качеству телевизору, значит, вот эту трансляцию. Full HD. Full Full HD. Full HD. Будет возможность решить эту проблему, о которой ты, Настя, говоришь. Повернув экран, он увидит человека, который... То, что ты захочешь. Понимаешь? Сейчас мне вдруг такая мысль присутствует. Хорошая. Хорошая перспектива. То есть он будет максимально... Моя такая проблема, которую я пытаюсь за зрителя придумать, да? То есть количеством, я не знаю технически, количеством камер, их углам, не знаю, будет возможность, поворачивая экран, видеть, а может вообще повернуть так, что ты увидишь только зрительный зал. И в какой-то момент тебе это будет интереснее, чем то, что происходит на сцене. Конечно. Мне, кстати, иногда интересно, да-да-да. То, что говорят соседи слева-справа и как реагируют, это иногда очень нехорошо. Кстати, и будет не только видно в зрительный зал, но будут слышны шепоты. Шепоты, типа, я же тебе говорила, другую рубашку надень. Неудобно, люди. Проснись. Это прекрасно. Да проснись, неловко. На самом деле, да. Ты понимаешь, это расширение, опять-таки, да, но это всё равно не то же самое, чтобы быть в зале. Но это интересно, это приближение максимальное, да. Вот это как раз я говорю о том, что вот это живое. Слушай, я думаю, мы сейчас просто дали такие идеи техническому сообществу и прочим другим сообществам. Что делают, а не воспользуются. Я хотела бы ещё два слова сказать о том, как смотрят театры изнутри и люди театра на вот такие предложения. Я слышала разные реплики по этому поводу, обсуждая вот в театре, в котором я сейчас служу, например, да, и реплики следующего характера. А зачем нам это нужно? Это говорят люди, которые работают в театре. Раз, они говорят о том, что, а зачем мы будем давать возможность зрителям, даже в провинции, которые не имеют возможности, а мы понимаем, что в Москву не имеют возможности приехать масса зрителей. И даже если мы говорим о театралах, а это примерно по статистике 6-7% от населения, да, то есть те 6-7% умножьте на страну нашу необъятную, плюс прибавьте тех, кто живёт условно в Европе, да, и в Америке, и в Канаде. Плюс те, кто неусловно там живёт, да. И те, кто хотели бы действительно посмотреть спектакли наши иммигранты, их много. Это довольно внушительная цифра. Вот они говорят, а зачем мы им будем давать возможность смотреть наши спектакли, тогда что, мы будем собирать на гастролях? То есть есть много гастролирующие театры, и они говорят о том, что мы сейчас собираем залы, а если мы сейчас вам покажем всё, что имеем, наши культовые спектакли, наши новые спектакли, наши полукультовые спектакли, то зачем? Это мне очень, я тут опять же в клинике, это мне очень напоминает давнюю холиварную тему, нужно ли выкладывать музыкантам свои песни в интернет или не надо. И, честно говоря, почему-то ни Борис Гребенщиков, ни многие американские музыканты почему-то не пострадали с гастролями. Может, потому что Гребенщиков, он и после этого Гребенщиков? И вообще не сдаются этими идиотскими, в общем, уж извините, вопросами. А может быть, сдаются этими вопросами те спектакли, театры, которые понимают, что как только увидят по интернету тот позор, который они ставят на своей сцене, люди просто не пойдут покупать тупо на имена актёров. — Но здесь я хочу сказать в защиту, да, в данном случае, вот, Андрей, к последней реплике, что нет, если уверены в качестве, если уверены в том, что... — Вот, но это просто разные вещи. Онлайн и офлайн — это разные вещи, это разные эмоции даже одного и того же спектакля. — То есть люди, которые, предположим, качают того же Гребенщикова с интернета, нормальные люди, коллекционеры, они потом идут, покупают пластинку, чтобы она просто стояла на полочке, грубо говоря. — И иногда будут её ставить, потому что это разные звуки, это разные звуки. И находясь в зале и слыша не только актёров, но дыхание зала, колыхание портьер, уж извините, это пафос и всё остальное — это одна история. А глядя в телевизор, в плоскость — это другая история. — Это я, опять же, из другой оперы, ну сюда же примерно. Я периодически хожу на некоторое сообщество компьютерных безумцев, которые друг друга чему-то учат, да? Мне всё время говорят, что ты доходишь, ты же сам всё это расскажешь. Я говорю, а я на людей хожу посмотреть, просто, в общество. Мне ничего нового там не расскажут. Я говорю, просто я хожу посмотреть на людей, это то же самое. — Господа, я очень рада, что вы так активно сейчас ответили на мой вопрос, потому что у меня ответ примерно тот же был. И я говорила этим вопрошающим людям, что вы неправы, и приводила те же самые доводы. Во-первых, это разные две вещи — живой спектакль и неживой. Поэтому, когда вы приедете в город Барнаул, где кто хотел уже посмотрел онлайн-трансляцию спектакля, даже с тем же названием этого же театра, зал будет тот же. — Да театрал всегда придёт, это же очевидно. — Анастас, а знаешь, что я ещё вспомнил? Я вспомнил одну историю, которую мне рассказывали с момента съёмок одного из фильмов Бондарчука-старшего, когда у него снимался Рот Стайгер, и у них была небольшая такая стычка, когда тот им рассказывал, как надо ехать, отдали. И тот просто Стайгер взял из принципа, 20 раз по-разному проехал на коне перед Бондарчуком, как бы доказывая, кто здесь. — То есть приглашённая звезда. — Да, 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 вот. Понимаешь, с чему я говорю? Что именно спектакль, в отличие от фильма, я очень люблю кино, но в отличие от фильма спектакль, это хорошие актёры, он играется крайне разно почти всегда. — Конечно. — Так как я, собственно говоря, многие, сам занимаясь в своё время, возя, как говорится, энтерпризы и другую ерунду, я просто видел даже маститых актёров, как сегодня один, завтра другой, от многих факторов зависит, от усталости, от настроения, от того, что он сегодня прочитал в газете, и так далее. Как одну и ту же самую фразу, может, разный смысл в неё вложить. Поэтому вот, для меня онлайн-трансляция — это возможность, знаете, что я вспомнил? У меня на полках лежат записи таганковских спектаклей 60-х, 70-х годов в основном, когда с пульта просто люди писали для себя, а не ужасного качества. Там полная фраза невозможно расслышать, но я могу поставить, и послушать сейчас покойного Хмельницкого, покойного Высоцкого, покойного Фараду, поставить просто и послушать, как они играли Гамлета. Вот кто может отвезтись на машине времени в 70-е годы и посмотреть Гамлета Любимого? Да, да. А я могу поставить плёнку и послушать. Это чудесно. Андрей, я согласна. Причём я хотела бы ещё сказать о том, что и мысль моя убежала куда-то, пока я слушала Андрея, я вслушалась, и она потерялась. Будем искать. А пока мы её ищем. Я хотела сказать о разной игре актёров, да. Я хотела подтвердить вот эту мысль Андрея личным опытом. Когда я смотрела, работала в Театре НЭД, ещё будучи студенткой первого института, я смотрела некоторые спектакли, там, по 10, 15, 20 раз. Я получала удовольствие от того, как актёры работают именно сегодня, потому что каждый раз они находили какие-то новые обороты фраз, они находили новые интонации, и даже было видно тем, кто не первый раз смотрит. И именно это понимали именно актёры, и те, кто смотрел, вот как я, может быть, там, десятый раз эту Ромео и Джульетту, где они шутят, что они творят, когда там друг друга разыгрывают и выносят, например, реквизит не тот, что нужно. То есть были какие-то моменты, понятные только внутри театра, и это было смешно, как они пытаются сорвать или подставить своего, ну, по-хорошему подставить своего партнёра, там, в сцене, на которой нельзя смеяться, они вызывали его смех, и это было потрясающе. Вот это я называю живой игрой, и это вот то, что даёт театр, что не даст трансляции. Поэтому я немножечко была скептично настроена вот таким трансляциям, понимая при этом, как менеджер, что это хорошо. Я ещё раз скажу, что, на мой взгляд, это и перспективно, и хорошо. И я с людьми, которые думают ещё, надо ли, я хотела бы им сказать, что это надо, это надо делать, это всё равно расширение, на мой взгляд, театральной аудитории, и придут не только, я надеюсь на то, что мне хотелось бы верить, что придут не только театралы посмотреть, сядут дома, то есть дома, условно, с пивом, на диване, посмотрят люди, и, возможно, молодёжь. Это интернет, я хочу сказать о том, что не забывайте, это молодёжная аудитория, в первую очередь, посмотрят что-то, и это их сподвигнет прийти в театр. Поэтому не надо опасаться, что не купят билеты. 1 января билеты на железнодорожные перевозки повышаются на 20% на плоскарт, и 5-7% на купар. Ещё одна причина? Я к тому, как чаще будут приезжать люди из Барнаула посмотреть театр тот или иной в Москве? И как поднимутся билеты на гастрольные поездки? Это всё, конечно, скажется на билетах, когда поедет театр на гастроли, но я хочу ещё о чём сказать. Ну вот, называть имя театра, ну, театр Виктюка, да, для примера, который гастролирует очень много, который, это действительно тяжело, и актёрам надо отдать должное, как они, что они выносят на своих плечах, отыграв в Москве, на следующий день улетая в Краснодар, сейчас, прилетев из Краснодара, и едут на поезде в Самару, и едут на автобусе в Рязань. Это вот буквально неделя, да, и просто физически нет возможности у театра объехать всю Россию, это невозможно. Приходят заявки и буквально рвут на части, приезжайте в Киев, приезжайте в Таллинн, приезжайте в Волгоград, а мы вас ждём в Чите, но это невозможно, просто невозможно. Поэтому... Поэтому ещё такая простая вещь, что это является своеобразным родом рекламой, я считаю. Очень многие люди из Читы, может быть, посмотрев в тот или иной спектакль, в не очень хорошем качестве, естественно, через интернет, как не убивайся, как не ставь, там, не знаю, экран, и всякие другие, там, кучу постов, там, и когда не своди всё это грамотно, человек захочет посмотреть, это может быть, вживую, и таким образом, может, возбудившись, приехав в Москву, может, захочешь, в Киеве театрах. Согласна. Это был подкаст номер 4574. Почему тебя так должно умереть? Да. Ну, это тема отдельного подкаста, мне просто на эту тему интересно поговорить с Настей. Возможно, в другой раз. Продолжим в другой раз. До свидания. Будьте здоровы. Ну, и я тоже скажу, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова